О последних новостях вам расскажут сурдопереводчик Хасан Исраилов и я Алмас Ашим. Добрый вечер. Первый случай коронавируса в Казахстане может появиться уже на этой неделе. Такой прогноз на встрече с журналистами озвучил главный государственный санитарный врач страны Жандарвик Бекшин. По его словам, данный прогноз основан на математическом моделировании казахстанских ученых. Он отметил, что как только в нашей стране зарегистрируют COVID-19, власти сразу же ведут специальные мероприятия. Сейчас на карантине в Казахстане остаются, напомню, 703 человека. Еще более 3000 находятся под наблюдением врачей по месту жительства. Мы работу сейчас проводим и по текущей ситуации, я вам сказал, и прогнозирование делаем. Это не значит, что вот он сегодня, я вам сказал, что прогнозы – это вещь неблагодарная. Мы моделируем ситуацию, готовимся. То, что мы сейчас находимся действительно в кольце, это будет, но когда это неизвестно. Наши, значит, как его ученые говорят о том, что это может быть и 10-го, и 16-го. Но в целом, конечно же, марта. Но это прогноз. Поэтому прогнозы – это вещь такая, что могут состояться, могут не состояться. Вы спрашивали, я вам отвечаю. На брифинге ВСЦК также отметили снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями по сравнению с прошлым годом. По словам специалистов, этому способствовали предпринимаемые в стране профилактические меры по недопущению распространения коронавируса. Опасаясь вируса, казахстанцы стали лучше соблюдать правила личной гигиены. В связи с ухудшением ситуации на мировых рынках, Национальный банк Казахстана повысил базовую ставку до 12%. Об этом на заседании правительства заявил председатель Нацбанка Ербулат Досаев. До этого ставка, напомню, была на уровне 9,25%. Повышение позволит сохранить макроэкономическую и финансовую стабильность. С очередь, премьер-министр страны Оскар Мавин заявил, разработано несколько сценариев развития экономики. Каждый из них обеспечен необходимыми ресурсами, финансами. Глава правительства дал поручения, которые позволят обеспечить экономическую стабильность. К примеру, Акиматы должны активнее использовать стаб-фонды, чтобы не допустить роста цен на социально значимые продукты. В Мининдустрии и инфраструктурного развития должны активнее работать над увеличением доли отечественных товаропроизводителей. Правительством Республики Казахстан совместно с Национальным банком разработано несколько вариантов дальнейшего развития событий. Каждый из вариантов обеспечен необходимыми ресурсами, в том числе финансовыми. Разработан ряд мер, направленных на минимизацию эффектов от негативной внешней конъюнктуры на национальную экономику. Основной целью данных мер является поддержание благосостояния населения. Никто из наших граждан не будет оставлен в сложной ситуации. Наша общая задача – это обеспечение социальной стабильности и занятости. Особое внимание необходимо уделить сохранению действующих мест и созданию новых. Подчеркиваю, все социальные обязательства государства будут выполнены. Все пенсии и пособия будут выплачивать своевременно и в полном объеме. Да, еще раз повторюсь, пенсии и пособия казахстанцам государство будет выплачивать своевременно, в полном объеме. Несмотря на колебания на нефтяном и валютном рынках, на эти цели в бюджете предусмотрено более трех триллионов тенге. По словам первого вице-министра финансов Берика Шелпанкулова, цена за нефть в 30 долларов за баррель не является сильной угрозой для Казахстана. Реагировать на непростую экономическую ситуацию в мире в правительстве намерены в соответствии с планом, принятым в декабре 2019. По завершении первого квартала этого года будет уточнен бюджет. Львиную долю средств направят на выплату обязательных платежей, на поддержку собственного производства. Расходную часть планируют оптимизировать. В первую очередь сократят лишние затраты госорганов и проведение имиджевых мероприятий. По словам министра нацэкономики Руслан Даленова, резерв сокращения бюджета предварительно оценивается от 100 до 300 миллиардов тенге. По зарплате бюджетных организаций в прошлом году с 1 июня в бюджетной сфере была на 30% повышена заработная плата. С 1 июня 2020 года также была в среднем на 30% повышена заработная плата бюджетной организации. Поэтому в текущем году это будет зависеть от возможностей бюджета. Второе, касательно частных организаций, конечно, здесь для нас будет стоять задача сохранения рабочих мест, в свое время выплаты текущей заработной платы. Что касается индексации пенсии и пособий в связи с изменением курса валюты, оно будет зависеть, индексация, я уже сказал, что если в последующем уровень инфляции будет выходить за запланированный коридор, то индексация размеров пенсии и пособий будет произведена. Большая часть продовольств товара, по информации Министерства сельского хозяйства, отечественная, производится здесь, привязана к местным ресурсам. Поэтому в результате изменения именно курса доллара к тенге изменений быть не должно. Что касается непродовольственных товаров, техники, электронной техники, фармации и так далее, где производство внутреннее либо отсутствует, либо не на должном уровне, конечно, влияние курс будет оказывать. Но здесь мы проходили это и в 2009 году, и в 2016. Оно разнонаправлено. Во-первых, существует институт контрактования. Вечерние торги на фондовой бирже. Сделки предыдущих торгов отклоняются более чем на 1,5%. Запускается так называемый «франкфуртский аукцион». Это механизм, который направлен на ограничение волатильности нацвалюты. Отмечу, в обменных пунктах Алматы ситуация намного иная. Немного, извините. За доллар сегодня опросили до 396 тенге. Евро продавали по 445. Рубль стоил 5 тенге 60 тинов. Кстати, на казахстанской фондовой бирже никакого ажиотажа не наблюдалось. Кассия работала в штатном режиме. Биржа изменила так называемые риск-параметры. То есть для участников торгов по иностранной валюте они должны были больше несколько внести предварительных взносов. Мы выступаем центральным контрагентом. Сейчас и на рынке иностранных валют, и на рынке ценных бумаг. И это означает, что мы гарантируем исполнение участникам, исполнение сделок. То есть вне зависимости от волатильности мы принимаем определенные меры. К другим темам более полумиллиона тонн фруктов и овощей, а также цветы из Ирана и России не пустили в Казахстан. В большинстве случаев у поставщиков отсутствовали фитосанитарные сертификаты на растительную продукцию. Под запрет на ввоз попали 54 тонны моркови, 10 тонн капусты, 40 тонн картофеля, свеклы, 20 тонн пшеницы и почти 20 тонн фруктов и 2000 штук цветов. Добавлю ранее, госинспекторы Министерства сельского хозяйства не пустили в Казахстан манго из России и миндаль из США. В этом году в Казахстане начнут выпускать свои собственные тесты для определения гриппа. Раньше их можно было приобрести только за границей. В стране уже успешно производят системы для обнаружения генетически модифицированных объектов и видовой фальсификации продукции. Теперь ученые готовятся к следующему этапу, а именно к разработке тестов для определения болезней, в том числе гриппа. Планируем произвести ПЦРТ-систему для обнаружения вируса гриппа типа А и Б. То есть самый популярный, который с кучкой каждый год идет, да? Да, ежегодно с осени до весны, с осени и до весны следующего года у нас проводятся лабораторные исследования Министерством здравоохранения в период эпицезона гриппа данной исследовании. Ценой собственной жизни более полусотни соцработников в Китае погибли, выполняя свой долг в борьбе с эпидемией коронавируса. В основном это сотрудники домовых комитетов. Как правило, они служат как в городах, так и в сельской местности. Предоставляют они базовые услуги жилым районам. Тем временем, по информации Национальной комиссии по здравоохранению Китая, там зарегистрировано более 80 тысяч подтвержденных случаев заболевания. Число заразившихся во всем мире, напомню, составляет более 110 тысяч человек. Массовое заражение коронавирусом произошло в доме престарелых штата Вашингтон в США. По итогам тестов результаты оказались положительными у 31 из 50 пациентов. К слову, ранее в этом учреждении уже скончались 19 человек. Общее число зараженных коронавирусом в стране достигло 605 человек. 25 стали жертвами заболевания. На данный момент Соединенные Штаты находятся на восьмом месте в мире по заболеваемости коронавирусом. Число зараженных коронавирусом выросло также в Великобритании. Там за прошедшие сутки было выявлено 46 новых случаев. Общее число подтвержденных случаев инфицирования в стране на сегодня 319. И 4 человека погибли. На сегодня от коронавируса в Великобритании погибли 4 человека. Хотелось бы выразить наши глубокие соболезнования их близкими семьям. Мы наметим дальнейшие шаги для защиты наиболее уязвимых слоев населения и пожилых людей. Объединиться в борьбе против коронавируса необходимо уже сейчас. Вспышка заболеваний может создать значительные проблемы для нашей страны. Наша задача их предотвратить. Родственники сбитого в 2014 году в Украине малазийского Боинга MH17 требуют компенсации. В Нидерландах прошло первое заседание суда по данному делу. Добиваться денежной компенсации от обвиняемых намерены 84 родственника пассажиров сбитого самолета. Прокуратура выдвинула обвинения в отношении четырех подозреваемых. Среди них три россиянина, один украинец. Процесс проходил без участия подсудимых. Напомню, в июле 2014-го на юго-востоке Украины потерпел крушение Боинг MH17 малазийских авиалиний. А в этой катастрофе погибли все, кто находился на борту. Точнее, 298 человек. Самолет следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. Большинство жертв — это граждане Нидерландов. К новостям в нашей стране. В Алматинской области задержан подозреваемый в хищении, в похищении и изнасиловании семилетней девочки. В отношении 30-летнего мужчины начато досудебное расследование сообщили в пресс-службе департамента полиции. Два дня назад, напомню, жительница поселка Талдыбулак Талгарского района обратилась в полицию с заявлением о пропаже ребенка. Срочно были организованы поиски. Девочку нашли в подвальном помещении одной из хозпостроек населенного пункта. И там же был задержан подозреваемый. Данный факт зарегистрирован в единый реестр досудебного расследования по признакам преступления, предусмотренного статьей 120, части 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В настоящее время ведется досудебное расследование. Подозреваемый взят под стражу. Назначены все необходимые экспертизы. 26 пьяных водителей задержали полицейские в Акмолинской области. Двухдневный рейд стража порядка провели в праздничные дни. По словам правоохранителей, всего выявлено более полутора тысяч нарушений правил дорожного движения. Превышение скоростного режима, управление транспортом с непристегнутым ремнем, разговоры по телефону и также езда в нетрезвом состоянии. Полицейские отмечают все любители порулить под градусом, будут привлечены к ответственности. Всего с начала года в регионе выявлено более 170 фактов управления автомобилем в алкогольном опьянении. Некоторым водителям теперь грозит до пяти лет лишения свободы. Один из водителей был подвергнут к уголовной ответственности, так как было повторное правонарушение. Задержан был водитель в Зерендинском районе. С начала года более 30 водителей за управление в нетрезвом состоянии были подвергнуты к уголовной ответственности. МВД и КАЗ Гидромет перешли на усиленный режим работы в связи с паводковым сезоном. Наиболее сложная обстановка ожидается в пяти областях. В Карагандинской, Акмолинской, Кустанайской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской. В ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, казахстанцев ждет теплая погода, но только в дневное время ночью будет сохраняться минусовая температура. Спасатели говорят, это поможет избежать резких изменений ситуации и опасных последствий. Замминистра внутренних дел страны порекомендовал местным исполнительным органам использовать эту возможность и принять должные меры по противодействию паводкам. Паводкам. Это необходимость наращивать усилия по вывозу снега из населенных пунктов. Обильные осадки этой зимой радуют павлодарских земледельцев. Раньше обычного они готовятся приступить к закрытию влаги. В этом году посевные площади в Павлодарской области превысят 1 миллион 480 тысяч гектаров. А в сравнении с прошлым годом это на 10% больше. Значительно вырастет и финансовая поддержка для растений и водов. Почти 3 миллиарда тенге в виде субсидий предусмотрено в бюджете. Ожидается, что к началу весенних полевых работ будет выделено свыше 100 льготных займов. Сейчас принимаются заявки от сельхозтоваропроизводителей. Ученые рекомендуют начать посев картофелей маслячных уже в начале мая. А немного позже можно сажать зерновые культуры. На весенний сев также предусмотрено выделение удешевленного топлива. В прошлом году аграриям предоставили 18 600 тонн удешевленного ГСМ. В этом году выделено чуть больше 19 тысяч тонн. Определены 4 оператора, с которыми будут работать сельхозпроизводители. Литр льготного топлива стоит 168 тенге. Это на порядок дешевле, чем на рынке. Сейчас готовят технику. На 5 тысяч гектаров в этом году увеличат посевные площади в Алматинской области. Приоритетными культурами в регионе остаются кукуруза, сахарная свекла, зерновые, кормовые и овощные культуры. Сейчас земледельцы полностью готовы к посевной кампании. Подготовлено 233 тысячи тонн семян, более 12 тысяч единиц сельхозтехники. В целом, по словам специалистов, начало сева в южных районах области планируется уже во второй декаде марта. Дело только за хорошей погодой. Для поддержания сельхозтоваропроизводителей в этом году Министерством энергетики Республики Казахстан выделено гарантированное дизельное топливо на проведение весенних полевых работ общим объемом 19 тысяч тонн. Это в марте месяце 5300, в апреле месяце 7400 и в мае месяце 6300 тонн. Нами уже определен оператор, который будет работать по области. Им уже составлены договоры с ресурсодержателями и оплачены. С 10 марта начнется поставка в наши 6 тупиков. В Туркестанской области внедряют технологию скоростного выращивания овощей. Ноу-хау позволит собирать сразу три урожая в год. Для этого на территории региона есть все необходимые условия. От благоприятного климата до плодородной почвы. Новый способ земледелия увеличит прибыль от сельского хозяйства в несколько раз. Освоить его местным крестьянам помогут израильские специалисты. Проект планируется реализовать в каждом сельском округе. Уже сейчас к посеву по новой технологии приступили 600 крестьянских хозяйств. Территория Израиля в пять раз меньше территории Казахстана. Однако в год мы производим сельскохозяйственную продукцию на 1 миллиард долларов. Мы готовы сотрудничать с вашей страной и делиться своим опытом. Поможем вам освоить нашу технологию выращивания сельскохозяйственных культур. В Актюбинской области в селе Маржамбулак школьный учитель собрал вездеход. Необычный транспорт, говорит изобретатель, в сельской местности просто незаменим. На нем можно привезти воды с родника или же вытащить застрявший на дороге автомобиль соседа. Впрочем, этот вездеход не единственная техника, которую собрал умелец. К своему хобби он приобщает учеников. И сейчас они вместе мастерят мини-трактор, который можно будет использовать для работ на огороде. Гусеничный вездеход для передвижения там, где нету дорог. Двигатель от Вазовской восьмерки, мосты с Москвича, самодельная гусеница из транспортерной ленты и уголков. Этот шестиколесный вездеход развивает до 50 километров в час. Собирает и усовершенствует транспорт учитель технологии Владимир Новицкий уже второй год. Осталось установить капот, лобовое стекло и кабину. И ездить на такой технике можно в любую непогоду. Вот такая техника в поселке вещь очень полезная. Маржамбула, хотя и находится всего в 30 километрах от областного центра, дороги здесь часто заметают. Этот вездеход может ехать по любому бездорожью. Он преодолевает даже полутора метровые сугробы. А уж вытащить застрявший автомобиль на дороге для этой техники и вовсе не проблема. Сколько денег ушло на сборку транспорта, народный умелец не подсчитывал. Но обошелся он в разы дешевле, чем стоит заводской снегоход, говорит изобретатель. Хотя не уступает ничем, ни в силе, ни в проходимости. Какие-то детали для техники он покупал сам, что-то приносили ученики. Что-то помогают всегда. Вот ребята металл сейчас помогают, где-то с металлолома не тащат сдать, а приносят сюда. Транспортерную ленту помогли найти за какие-то небольшие деньги, но купили. Если на базаре мы ее долго, ленты не могли сделать, гусеницы, потому что дорого. А это уже другое ноу-хау сельского учителя. В школьном мастерской вместе со старшеклассниками Владимир Новицкий собирает мини-трактор. Через несколько месяцев эту компактную технику можно будет использовать для огородных работ. Мы, во-первых, живем в зельской местности. Есть огороды, есть транспортировка с чего-то. Всегда есть необходимость. Второе – это желание собрать, узнать большего. И третье, наверное, это заинтересованность немножко детей, которые вот этим тоже здесь и занимаются, которые присутствуют. Старшеклассники Денис и Владислав в мастерской проводят все свое свободное время. Научились обращаться не только со школьными станками, но даже со сварочным аппаратом. Теперь в планах собрать прицепт для мини-трактора. Колеса приварим. Вот снизу. Вот тут, где? А вот, ну вот. Тут швы, может, увидите, вот, вареная. Вот это мы варили. Когда поедет аппарат? К лету, думаю, справимся. В мастерской. Больше нравится, чем за столом в классе. Этой зимой на вездеходе Владимир Новицкий не раз вызволял машины односельчан из снежного плена. Необычный транспорт вызывает у местных жителей большой интерес. Были предложения продать технику и даже обменять ее на автомобиль. Но такой помощник в хозяйстве пригодится самому, говорит житель Маржунбулака. Наталья Салькова, Анадин Булдабеков, Актубе, Хабар-24. Школьники села Маканчи в Восточно-Казахстанской области показали местным жителям, насколько они знают творчество Абая Кунанбаева. В средней школе имени Сейфулина прошел необычный конкурс. Ученикам предстояло не только блеснуть своими знаниями, но и проявить актерские таланты. Школьники инсценировали произведения поэта-просветителя и представили постановки по мотивам Басин Крылова, которые перевел Абай. Победители конкурса зрители попросили исполнить номера на БИС. Отмечу, в год юбилея великого просветителя каждое занятие в школе теперь начинается с песен Абая Кунанбаева. Наши учителя прилагают все усилия, чтобы каждый ученик знал произведение Абая. В школе есть кабинет Абая-ведения. В нем занимаются ученики с 5 по 11 классы. Кроме этого, ребята соревнуются друг с другом в знаниях слов назидания. И последняя новость из мира. Гиена помогает излечиться от депрессии. Это не шутка для жителей Сомали. В столице Магадиша многие верят, что гиены пожирают злых духов, которые вызывают психические расстройства. Выглядит такое лечение странно, но могло бы быть и хуже. Раньше душевно больных запирались гиенами в одном помещении. Они рисковали пострадать или даже погибнуть. Профессиональные врачи относятся к процедуре скептически. Впрочем, альтернативы у сомалийцев нет. По данным ВОЗ, в стране всего лишь 3 психиатра. Мы на этом закончим, но вернемся немного позже. Редактор субтитров А.Семкин